Привет, Дрек, друзья! Сейчас у нас на спаковке светодиодная трубка, довольно длинная. Итак, друзья, я практически распаковал светодиодную трубку. Упаковано было шикарно, все в пенопласте, пузырочном кульке, все как положено. Сейчас мы ее извлечем и посмотрим внешний вид. Так, вот я извлек основной корпус. Трубка длиной почти 60 см. Должна быть вместе с светодиодным драйвером. И заказывал ее вместе с шнуром подключения. На ощупь довольно легкая. Так, у нас имеется трехпиновое подключение. И такое же находится у нас с другой стороны. Если вы увидите трубки с двухпиновым подключением, имейте в виду, что такие трубки в основном поставляются с пластиковым корпусом, а трехпиновые с алюминиевым. Теперь приступим к установку второй части. Здесь у нас будет шнур подключения и аксессуары. Это все достанем и лишнее положим в сторону. Итак, дополнительно был заказан шнур подключения к сети и выключателю. А салат кабел поставки поставляется вот таким вот кабелем для подключения, трехпиновый. Переходчок для соединения двух трубок и крепежные элементы вместе с саморезами. Как приятно это увидеть, что прошлый заказ с трубкой были без саморезов. Это радует. Все это дело подключим и проверим на работоспособность. и замеряем заодно мощность. Соединим питание. Тоже очень туго заходит. Так, подключим это все дело в сеть. Опа, заработало, смотрите, губка горит. Достаточно ярко. Так, давайте посмотрим, какая мощность потребления у данного светильника. Аж 14 ватт. Что весьма немало. То есть как и было заказано, что должно быть 10 ватт потребления. А у нас 14. Вполне неплохо. Светит достаточно ярко. Теперь осталось его подключить. Посмотреть, как он будет выглядеть в прихожей. Этим мы сейчас и займемся. Смонтировал, включил. И наш светильник работает в прихожей над зеркалом. Освещает довольно ярко. Намного ярче, чем тот светиль, который был на лампе накаливания. Поэтому я вам достаточно рекомендую такой покупки. Ссылка на светильную трубку и выключитель будет в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok